В этом парке разворачивалась вся культурная жизнь до революции, особенно по выходным дням здесь было весело. Играл военный оркестр, прогуливались молодые люди, присматривая себе, так сказать, пару потенциальную. И вот спрашивали относительно новых районов. Вот, посмотрите, слева от нас уже начинаются кирпичные постройки, пяти-семиэтажные. Вот старая часть заканчивается фактически вот здесь, буквально еще полквартала, и дальше уже современные здания. Вот, опять же, конкретный пример перед нами, кирпичные жилые дома. И сейчас, посмотрите, в левые окна две современные улицы, сразу понятно, что все, вот он уже современный город. И вниз туда тоже идут современные постройки. Мы сейчас будем с вами проезжать гостиницу, которая, по-моему, все-таки когда-то должна быть реконструирована. По-моему, там когда-то начинались работы, мы тут несколько раз останавливались. Не самые лучшие условия, мы, смотрю, новый корпус пристроили, так что, наверное, вот слева от нас, вот когда-нибудь, если окажетесь, есть где остановиться. Вот там новая пристройка соседняя, она вполне приличная. Вот был еще собор в центре торговой площади, потому что, ну, где ярмарка, торг, там обязательно и церковь. Но сейчас на этом месте находится дворец культуры. Вот тоже сейчас такое место весьма популярное в городе. А мы с вами будем переезжать через речку. Здесь Вязьма и Вязенька. Вот мы будем переезжать через Малую речушку. Вот она слева от нас. Сейчас мы вернем и влево поедем. Поедем мы с вами к Иоанна Притеченскому монастырю. История его основания достаточно интересная. Основан он был в 16 веке. Я напомню, что сложилось так, что по малолетству Ивана Грозного всем заправлял до поры до времени фаворит Елены Глинской, боярин Телепнев, Абалинский, по прозвищу Овчина. И он проживал в Вязьме и в Бочине, в селе Спас-Телепневе. При этом, оказавшись вне Москвы, выходил из берегов, занимался развратом, творил всякое бесчестие, грабил, убивал без разбора людей. И жители Вязьмы уже не знали, что делать, как бороться с могущественным фаворитом. И узнал о такой тягости для местных жителей. Святой Герасим Голдинский, который проживал неподалеку от Вязьмы, под Дорогобужем, основанный монастырь. И он пришел сюда вместе со своим учеником Симеоном. И как раз в том лесочке, где обитали разбойнички, во главе с Телепневым, Абалинским, он впоследствии и устроил монастырь. Но для начала он неподалеку построил келью. И занялся тем, что стал увещевать этих лихих людей, оставить свои небогоугодные дела. И надо сказать, что, видимо, обладал даром убеждать людей в своей правоте. Многие разбойники раскаялись, а некоторые из них даже решили принять монашеский спосрик, чтобы окончательно замолить свою грешную жизнь. И так возник монастырь. Но сам Герасим, он смог здесь пробыть... Да, сейчас, чуть дальше по пострелке. Он прожил здесь около семи лет. Вот он потом покинул эти места, а вместо него заправлять всем остался его ученик Симеон. Что касается Адигитриевской церкви, то она была построена в 1632 году. На месте деревянной шатровой церкви возникла вот эта роскошная постройка о трех шатрах. Вот хочу сразу сказать, что здесь были применены самые передовые технологии того времени. Представьте себе, что использовалось 16 различных размеров и конфигураций кирпича при строительстве этого храма. Был он украшен и трехцветными... Он был выкрашен в три цвета. Белый, розовый и красный. А также фасады храма украшали стеллажи. Ой, господи, извините, уже забалтываюсь. Изразцы. Можете себе представить, что этого храма, этой красоты мы могли бы даже, наверное, и лишиться. Потому что в 1812 году, когда французы заняли всю территорию, то они согнали сюда местных жителей и подожгли Бигфорда в шнур для того, чтобы, значит, огонь подошел к бочкам с порохом. А люди были в храме, вот в этом трех шатровом, и должны были взлететь на воздух вместе с этим шедевром. Но майор Трешатный первым ворвался на монастырскую территорию и загасил фитили. И взрыв не состоялся. Слава Богу, уцелели люди и храм. Были еще другие постройки на этой территории. Они не сохранились. Но монастырь возрождается, и есть планы восстановления всего, чем когда-то монастырь располагал. Но тут даже и стен уже не было лет 5-6 назад. Сохранился Вознесенский храм с трапезной, который действующий. И туда можно подняться, поставить свечки, в общем, сделать, что вам необходимо. И на территории монастыря недавно был установлен памятник Герасиму Болдинскому, который мы с вами увидим. Вот. И я обращаю ваше внимание на то, что здесь по субботам можно купить очень вкусные пироги монастырь. Вот. Поэтому...